В этот день 16 мая проходит празднование в честь Киево-Печерской иконы Успения Божьей Матери. Киево-Печерская икона Успения считается одной из самых древних обретенных православных святынь. Она была доставлена в Киевскую Русь четырьмя византийскими строителями, которым одновременно явилась Богородица с ангелами с наказом отправиться в чужеземную страну. В честь божественного подарка преподобные Антоний и Феодосий Печерский заложили Успенский храм, в стена которого икона находилась долгие годы, защищая Киев от захватчиков. Так было в 1677 году во время осады турками, в 1709 году, когда иконы благословляли воинов, отправлявшихся на Полтавское сражение. К сожалению, в годы Второй мировой войны первообраз был безвозвратно утрачен. Но его чтимый список сегодня хранится в крестовозвиженском храме Киево-Печерской ламы. В этот день 16 мая родились Игорь Северянин, поэт Серебряного века, Ольга Биргольц, поэтесса. Она проставилась стихотворными произведениями, посвященными блокадному Ленинграду. Ольга Биргольц окончила филологический факультет Ленинградского университета. Работала в городской прессе, писала статьи и стихотворения о Ленине, советских стройках. И вполне могла затеряться среди фамилий таких же номенклатурных писателей. Судьбу поэтессы изменили 6 месяцев тюрьмы, в которой она оказалась по сфабрикованному делу, литературные группы и война. Полностью реабилитированная за недоказанностью улик и, по слухам, не без помощи писателя Фадеева, Биргольц в 1941 году вместе с мужем оказалась в блокадном кольце Ленинграда. Руководитель союза писателей предложил поэтессе работу в доме радио. И вскоре под звук метронома стихотворения блокадной Мадонны, как ее называли, ежедневно ждали тысячи ленинградцев, голодных, но не сдавшихся. «Биргольц, сама того не понимая, стала живой легендой, символом стойкости, и ее голос был для ленинградцев кислородом мужества и уверенности и мостом, перекинутым через мертвую зону окружения», — так писал поэт Дудин. «Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг мой ленинградец, о свете, которая над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, и это уже победа». В этот день, 16 мая 1119 года, из Китая вернулась экспедиция казака Ивана Петлина. Попытки познакомиться с Поднебесной предпринимались во времена правления русских царей Ивана Грозного и Василия Шуйского. Но первая дипломатическая миссия отправилась в китайскую столицу лишь при Первом Романове. Отряд численностью в 12 человек прошел расстояние от Томска до Китая за три месяца и вызвал изумление у обеих сторон. Русские были поражены масштабом Великой Китайской Стены, ухоженностью и численностью цивилизованной и неслыханно богатой страны. Китайские императоры, в свою очередь, удивились наглости чужестранцев, которые явились в гости с пустыми руками, без золота, фарфора и даже без соловьев. Поэтому во дворец миссию Петлина, заявившую, что их направил не царь, а сибирское государство, а по факту воевода Куракин, не пустили и через четыре дня отправили обратно. На родине об экспедиции быстро позабыли. Официальный отчет казака Петлина, роспись, опубликованный за рубежом, на родине был переписан и издан с многочисленными ляпами только два века спустя, когда в нем уже не было большого проку. В свою очередь, китайский император передал депмиссии китайскую грамоту, которая давала право присылать посольство и вести торговлю в Китай. Но документ не могли расшифровать. Несколько десятков лет, да и русско-китайские конфликты с середины 17 века отложили реализацию товарооборота в долгий ящик. Драгоценные ткани, шелка, посуда потекли рекой в Русскую империю, скорее уже в 18 веке. 16 мая 1686 года по одной из версий составилось подписание «Вечного мира между Россией и Речью Посполитой». Он закрепил за Россией Смоленск с окрестностями, Левобережную Украину, Запорожье. 16 мая 1815 года состоялось присоединение на правах личной унии герцогства Варшавского к Российской империи под именем Царства Польского. 16 мая 1916 года заключено соглашение Сайкса-Пико о послевоенном территориальном устройстве после Первой мировой войны. 16 мая 1924 года вышел первый номер детского журнала «Бурзилка». В 2012 году детский журнал был внесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый длительный срок издания. 16 мая 1969 года советский межпланетный космический аппарат «Венера-5» достиг планеты Венера. Таким был этот день 16 мая.